Аминь! Бог очень любит вас! Аминь! Я слышал, что сейчас есть небольшие сложности со звуком, но уже вроде бы нормально, да? Я так понял, прославление было слишком горячим. Аминь! Да. Бог дает нам новую книгу Евангелия от Марка, поэтому наша команда, хотя их мало, но всей душой, всем сердцем прославляли Иисуса. Аминь! Я надеюсь, сейчас все хорошо слышно. Мы постараемся, если все-таки будут проблемы, мы постараемся еще лучше настроить в следующий раз. Некоторые думают, что темой сегодня проповеди будет коронавирус. Нет. Тема сегодняшней проповеди – Евангелие! Аминь! Аминь! Но все же коронавирус смешался в нашу жизнь очень серьезно. Я очень надеюсь, что это быстро все закончится, и мы скоро будем видеть друг друга лицом к лицу. Аминь! Несмотря на карантин, все вместе в едином духе собираться и на это баослужение, проводить баослужение онлайн и единотушно прославлять Бога. Аминь! Тема сегодняшней проповеди – Евангелие. Выбрать его, прочитаем ключевой стих от Марка, первая глава, первый стих. Начнем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего! Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты щедро благословляешься, за то, что Ты хранишь нас и ведешь нашу жизнь в Твое Царство. Аминь! Господь, мы сейчас начинаем изучение Евангелия от Марка. Пусть у Тебя благослови нас свыше. Дай нам увидеть Иисуса и славу Иисуса, и чтобы Иисус действительно стал нашим Царем, и мы следовали за Ним. Благослови сегодня нас и будь с нами. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь! Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего! Аминь! Многие люди знают, что в пророчествах Иисуса в Евангелии и в Откровении написано о суде Бога, и на эпидемиях говорят, что это тоже суд Бога. Но суд – это дело Бога. А что нам делать? Иисус учил нас не ужасаться. Наше дело – это проповедовать Евангелие. Аминь! И в таких обстоятельствах мы должны делать это еще активнее и усерднее. Аминь! Поэтому мы решительно начинаем изучение Евангелия от Марка. Аминь! Сегодняшняя проповедь – это видение. Мы рассмотрим только первый стих, и подумаем, в чем особенность Евангелия от Марка. Пусть Господь откроет нам глаза, чтобы мы увидели Евангелие Иисуса Христа глазами Евангелиста Марка. Аминь! Первая часть – введение в Евангелие от Марка. Для того, чтобы правильно понять эту книгу, нам надо знать, кто, для кого и с какой целью написал ее. Во-первых, автор. В самом Евангелии нет указания на автора. Но раннехристианские авторитеты первого-вторых веков, таких как Папий, Юстин Мученик, Ириней, Климент Александрийский, единодушно утверждали, что автором Евангелия является Марк. Папий, епископ Иераполя, писал, что Марк был секретарем-переводчиком апостола Петра. И в Диане 12 глава 12 стих, там тоже записано о нем. Так, давайте посмотрим. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемому Марком, где многие собирались и молились. То есть, это был Иоанн, называемый Марком. Именно этот Марк. Марк был племянником Варнабы. И вместе с дядей он некоторое время сопровождал апостола Павла в его первом миссионерском путешествии. Само Евангелие содержит непрямые признаки, свидетельствующие в пользу Марка. Как, например, упоминание о юноше, который сбежал от воинов, пришедших арестовать Иисуса. Можно? Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. Это Марк про себя написал. Во-вторых, время и обстоятельства написания. Это Евангелие было написано в середине 60-х годов, приблизительно с 64-го по 68-е года нашей эры. И является первым из четырех Евангелий. Оно было написано в Риме и адресовано изначально для римской церкви и христиан всей Италии, которые в то время уже находились в гонениях. В-третьих, характерные особенности. Евангелие от Марка – это самое короткое, лаконичное и динамичное Евангелие. Оно составлено в виде небольших историй. В ранней церкви большинство христиан были из низших слоев населения или даже рабы, и были неграмотами. Поэтому Евангелие распространялось в основном через пересказы, повествования. По-английски «storyteller». Апостол Петр рассказывал истории, а Марк записывал. Поэтому, когда мы изучаем Евангелие от Марка, мы не должны изучать его как учебник и делать глубокий философский анализ, как будто литературное произведение. Так мы можем уйти от истины. Евангелие от Марка – это сборник истории. Конечно, Марк старался придерживаться последовательности, насколько это было возможно, но он не стремился изложить все известные ему факты. Марк имел свою точку зрения и цель в описании этого Евангелия. О чем мы сейчас будем с вами еще дальше общаться. Второе. Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Каждое Евангелие написано с точки зрения его автора и, в то же время, для определенных получателей. Каждое Евангелие – это проповедь и взгляд автора на Иисуса. Марк, Матфей, Лука, Иоанн не сфотографировали Иисуса, да? Не просто сфотографировали, а написали картину, как художники показали Иисуса с различных ракурсов и в различных условиях. Мы можем сказать, что каждый из них написал портрет Иисуса. Каждое Евангелие – это портрет Иисуса. Портрет отличается от фотографии тем, что в портрете выражается стиль мировоззрения художника. Там тоже видно его стиль. Например, вы видели когда-нибудь картины, портреты царя Давида? Я сейчас вам покажу. Один, давайте посмотрим. Один показывает его, как величественного, сильного, властного царя. И мы видим, сзади вот это его армия. А другой художник показывает его, как богатого, восточного царя. Да? Все-таки Израиль – это больше ближний Восток. А еще показывают, как царя-псалмопевца, да? Как царя-музыканта, да? И даже бывают картины, вот смотрите, эта картина и следующая. Там это русская икона, а эта тоже картина известная. Одно и то же они показывают царь, который написал много псалмов, да? Как философ, царь, прославляющий Бога. Но все равно разные очень картины, да? Это предыдущее лето. Мне очень нравится эта картина, да? Вот это как? Давид – псалмопевец, но видите? Его корона здесь. Просто она лежит, звук уже. Каждый художник, он так про Давида рисовал со своей точки зрения и кое-что свое видение. Точно так же, евангелисты, они каждый показали Иисуса, имея определенную точку зрения, да? И определенную цель. Точно так же, как мы смотрим на четыре... Точно так же, когда мы смотрим на четыре Евангелия, мы можем увидеть Иисуса с различных точек зрения, с различных сторон. И тогда мы можем видеть общую картину, да? Мы можем, благодаря этому, встретить Иисуса во всей полноте. Аминь. Аминь. В то же время, нам не надо сразу все обобщать, да? Почему мы изучаем именно сейчас Евангелие от Марка Тома? Потому что через изучение Евангелия по отдельности, мы как раз можем хорошо уловить различные стороны Иисуса Христа, которые хотел передать автор. Это тоже важно, конкретно изучать. В чем же заключается точка зрения Евангелиста Марка? Ответ мы можем узнать в первом стихе Евангелия от Марка. И давайте мы еще раз прочитаем его вместе. От Марка, первая глава, первый стих. Начнем. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Прежде всего мы видим слово «начало». Это начало, подобно первому стиху Библии. «В начале сотвоил Бог небо и землю». Этим словом Марк подчеркивает, что началась совершенно новая история. История Евангелия Иисуса Христа. Аминь. Правда. Аминь. Аминь. Дальше мы видим, что свою книгу Марк назвал «Евангелие». Хотя сейчас все четыре книги называют Евангелием, но изначально они были названы по-разному. Например, у Матфея книга называется «Родословие Иисуса» или «Хроники». То есть документальные записи об Иисусе. Лука назвал свою книгу «Биографический отчет». Биография. Как мы изучаем, например, в школе биографию Тараса Шевченко. Точно так же биография Иисуса, его жизнь, факты из его жизни. А Иоанн описал в своем Евангелии семь чудес Иисуса и назвал книгу тоже «Коллекция чудес». И только Марк изначально назвал свою книгу «Евангелие». Потому что... А поэтому можно сказать, что «Евангелие от Марка» — это является «Евангелием из Евангелии». Теперь подумаем, что такое «Евангелие», что это слово значит. Марк использовал греческий термин «Евангелеон». А что такое «Евангелие» — «Евангелие»? Мы слышали много раз, как нам пастыри объясняют «благая листь», да? Хорошая новость. Но в греческой культуре, да? В эллинистической культуре термин «Евангелеон» означал «новость о победе». Новость о победе, особенно в войне. Новость о победе в войне. Этот термин, на первый взгляд, не очень подходит к библейскому тексту, да, к Библии. Но давайте глубже посмотрим. Это слово произошло из Древней Греции. Древняя Греция не была единым государством, а состояла из нескольких городов-государств, да? Полисы, помните, да? Такие как Афины, Спарта, Каринф, Милет и прочие, которые постоянно сражались друг с другом за гегемонию в Греции. И когда армия отправлялась на войну, то они с нетерпением ждали. Да, те, кто оставались в городе, да, армия отправлялась на войну, а те, кто оставались в городе с нетерпением и большим волнением ждали новостей с поля боя. Почему? Потому что если они проиграют войну, то они потеряют все. Своих жен, детей, имущество и сами станут рабами. Поэтому люди не могли ничего делать, а собирались на центральной площади и целыми днями вглядывали сдальну. Не идет ли гонец? Такое ожидание сводило с ума. Но однажды на горизонте, далеко на горизонте, появлялся воин гонец. И когда он сообщал новость о победе, все начинали огромный праздник! Вот это называется Евангелие. Победа! Аминь! Именно этот термин Марк применил к Иисусу. Евангелие. Евангелие. Мы говорим Евангелие, это значит победа. Аминь! Когда мы говорим слово Евангелие, в этом слове уже подразумевается смысл победа. Аминь! Именно это и есть точка зрения Марка. Аминь! Марк провозглашает. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь! 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 Давайте мы... Вы поняли, что такое Евангелие? Да! Давайте мы провозгласим победу Иисуса. Начнем! Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Еще раз! Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь! Марк смотрит на Иисуса, Как на Победителя. Аминь! Если бы Иисус проиграл, Все человечество оказалось бы в рабстве греха И смерти навечно. Но Иисус победил! Аминь! Аминь! Его победа – это наша победа И наше вечное царство! Аминь! И все события в Евангелии от Марка, Они раскрывают Иисуса Христа, Как победителя. Иисус пришел и победил! Аминь! Иоанн Креститель свидетельствовал о победителе. Иисус победил искушения в пустыне. Иисус победил нечистых духов, болезней, И так далее, до самого Христа. И Крест – это самая главная победа Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь! Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь! Этот стих показывает нам суть И главную тему всего Евангелия от Марка. Дальше мы будем изучать, И мы вот так должны смотреть, Каждый урок, понимать тему. Это слово о победе Иисуса. И Марк в этом, да, В этом контексте играет роль Солдата-вестника, Который приносит Евангелие. Аминь! Давайте вместе еще раз провозгласим. Начнем? Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего! Аминь! Иисус победитель! Аминь! Давайте посмотрим на первый стих дальше. Евангелие Иисуса Христа. Мы живем в христианском обществе, Поэтому нам не надо разъяснить. Но во времена Иисуса, да, В то время Иисус, Имя Иисус было очень распространенным именем, Например, как Сережа или Максим. Поэтому Марк подразумевает конкретную личность, Пишет Иисуса Христа. А Христос означает помазанник, Мессия. Слово Христос, Еврейский термин, И это слово принадлежит их культуре. На протяжении веков В истории Израиля цари, Священники и пророки Получали помазание священным маслом. И это означало, Что Бог изливает на него Святой Дух И отделяет от других, Чтобы использовать его Особенным образом. С политической точки зрения, Если мы посмотрим, Например, цари и священники Это были правящая коалиция в Израиле, А пророки, Бог тоже помазал пророков, Они были оппозицией. И часто, Что? Они умирали от рук первых. Поэтому, когда евреи Слушали слово Христос, Они сразу получали Огромную благодать. И очень много понимали Об Иисусе. Кто он? Его сущность, Его личность. Однако, У греков и римлян В культуре Не было ничего подобного. Слыша слово Христос, Они не удовлетворили. Что это такое? Что значит Христос? Не только греки и римлян. Я когда пришел в церковь, Я думал, Христос это фамилия. Поэтому Марк искал термин, Который можно было бы Использовать для римлян. Например, апостол Павел, Он служил в основном Чуть-чуть южнее, На восток тоже, В Малой Азии и Греции. И он для того, Чтобы объяснить, Использовал термин Из эллимистической культуры. Господь. Там есть Господь по-английски Белый лорд. Но только он взял С определенным артиклем. В греческом языке Тоже есть определенный артикль. Есть просто лорд, Это Господь, А Де лорд. То есть Единственный. Да? Де лорд. И в греческом языке Тоже есть определенный артикль. И Павел, Он использовал Вот такой термин. Де лорд. Господь. Это означало Единственный Бог. Единственный Господь. И в послании Коринфиана Восьмой главе Пятый-шестой стих Написано именно об этом. Ибо хотя и есть Так называемые Боги И на небе Или на земле Так как есть много Богов И Господь много Но у нас один Бог Отец Из Которого все И мы для Него И один Господь Иисус Христос Которым все И мы им Но Марк Не использовал термин Господь А взял Римский термин Сын Божий Что значит Сын Божий? Иисус действительно Единородный Сын Божий Для нас Сын Божий Это очень естественно И понятно Но что это слово Означало для Римлян? Марк Использовал термин Который на латыни Звучит как Дивифилиус Все римляне Знали Вот это выражение Дивифилиус Видите? Дивифилиус Он действительно Означает Сын Бога Однако Для римлян Того времени Император Был их Главным Богом Не просто Богом Император был Бог Их религия Их царь Да? Юлия Цезаря Римляне Считали Главным Богом И называли Божественной Юлией Вот Дивус Юлиус Вот это Название Было Император Юлия Цезаря Да? Дивус Юлиус А его Приемного Сына Октавиана Называли Именно Этим Словом Дивифилиус То есть Сын Божественного Позже Это имя Также Использовали В адрес Других Императоров Тиверия Нерона И Домициана Которые Как раз Жили В первом Веке Да? Они правили Римской империей В первом Веке И воздвигли Самые Страшные И ужасные Гонения На христиан Тиверий Нерон И Домициан Даже я не знаю Кто страшнее Нерон Или Домициан Ужас Просто Для христиан И Марк Когда писал Евангелие Для римских Христиан Специально Использовал Термин Сын Божий Подразумевая Что Не Кесарь Бог А Бог Творец Истинный Бог Аминь И не Император Сын Божий А Иисус Христос Истинный И вечный Сын Божий Аминь Использовать Это выражение В отношении Кого-то другого Кроме Императора Было Очень Опасно Такие слова Звучали Как Восстание Против Императора И против Всей Римской Империи Поэтому Римские Граждане Даже Боялись Произносить Такое Но Марк С дерзновением Смело И четко Четко Провозглашает Иисуса Христа Сына Божьего Аминь Иисус Есть Сын Божий И Он Победитель Аминь Он Смело Написал Верующим Которые Страдали Из-за Притеснений От Императора Нерона Они Думали Что Император Имеет Всю Власть А Они Только Каждый День Страдают От Гонений И Умирают От Мучений Они Умирали Как Мученики Поэтому Для них Марк Написал Евангелие Иисуса Христа Сына Божьего Аминь И написал Эту книгу Чтобы Они Имели Уверенность Что Иисус Истинный Победитель Аминь Это Истина Аминь Аминь Вы не верите? Верите Кто Сильнее Кесарь Или Иисус Иисус Аминь Иисус Победитель Аминь Аминь В начале Своей книги Марк Провозглашает Евангелие Иисуса Христа Сына Божьего Аминь А в конце Евангелия От Марка Эхо Перед Христом Иисуса Римский Сонник Исповедует Истина Человек Это Сын Божий Аминь Аминь Да? Для сотника Его император Должен быть Сыном Божьим Но даже Он Провозглашает Что Иисус Есть Сын Божий Аминь Это Окончательное Провозглашение Победы Аминь Аминь Иисус Как своим ученикам Говорит и нам Сие сказал Я вам Чтобы вы имели во мне мир В мире будете Изметь скор Но уужайтесь Я Победил Мир Аминь Иисус победитель Не только для христиан Первого века Иисус победитель Для каждого Из нас Аминь Нам также надо С верой Провозглашать Евангелие Иисуса Христа Сына Божьего Аминь 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 Давайте еще раз Еще раз мы Провозглашаем Вместе Начнем Евангелие Иисуса Христа Сына Божьего Аминь Если в нашем сердце Нет веры В Евангелие Иисуса Христа Мы начинаем верить Что победил Не Иисус А победил Грех И отчаянив Грех Грех Похоти Победил Меня Грех Материализма Победил Мою семью Грех Гордости Победил Моего брата Грех Не дал Обоклонства Победил Мою сестру Это конец Мы все Умрем Садам Победил Правда? Нет Это не так Господь Дает нам Сейчас Евангелие Иисуса Христа Аминь Иисус Победитель Аминь Иисус Уже Победил Все Мои грехи Аминь Иисус Иисус Исцеляет Меня И дает Уверенность В победе Аминь Аминь Давайте мы Скажем Иисус Победил Иисус Уже Победил Во мне Начнем Иисус Уже Победил Во мне Аминь Иисус Уже Победил Во мне Аминь Иногда пастыри отчаиваются, молясь за Агонсом, но не надо отчаиваться. Надо иметь веру в Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Иисус уже победил в нем или в ней. Бог дает нам это весной начать изучение Евангелия от Марка, чтобы мы увидели, что Иисус действительно есть победитель. И каждый из нас тоже победитель в Иисусе Христе. Аминь. В молодости я считал себя победителем, способным к математике. Но в действительности я был одиноким, никчемным, николаевским плейболем. Однако Иисус спас меня и дал мне победу. Иисус победил мою похоть. Иисус победил мой эгоизм. Иисус победил мою гордость и зависть. Аминь. И Иисус наполнил мою жизнь победой. Аминь. Во всем. И когда я смотрел на Иисуса, моего победителя, я был счастлив и полон сил. Аминь. Но когда я начал смотреть на свои грехи и грехи других, я обижался, отчаивался и думал, что все пропало. И злился до безумия. Но Господь Иисус через это слово открылся мне, как победитель. Аминь. Иисус уже победил. И несмотря ни на что, все равно победил. В конце лета. Всегда. Аминь. Во всем. Иисус победитель во мне и в других. Аминь. И никто в этом мире не может победить Иисуса. Аминь. Аминь. Пусть Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего, станет нашей победой. Аминь. Помолимся. Аминь. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Евангелие от Марка. И Ты провозглашаешь Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Господь. Благодарим за то, что Ты даешь тоже нам свою победу. Аминь. Даешь нам победить всякую власть греха и сатаны. И жить как победителя. Аминь. Господь. Благослови нас иметь веру в Евангелие Иисуса Христа. Аминь. И через Евангелие от Марка, чтобы мы действительно стали победители в этом мире. Аминь. Благодарим Тебя за все. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Споем гимн 314. В конце гимна принесу пожару. Благодарим. 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 Благодаря. 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 Примите Иисусу, Он вас с тобой зовет, По все оружия веры Он сам вас обречет. Пусть есть страшит вас битва, Оружий голый гроб. Христос за нас сразится, Средь счастливых врагов. Примите Иисусу, Идите след за Ним. Он крепостный защита, Он верный бой Своим. Весь Слово обнажите, И в побеждайте страх. Приводствуя Мария, Выслуйте на часа. Примите Иисусу, День битвы пролетит. И скоро День победы В сердце назарит. Примите Иисусу, День битвы пролетит. И больше, чтоб навеку Он с Нима с вами живет. Господь Бог, спасибо, что открыл нам Евангелие от Марка, открыл нам Евангелие Иисуса Христа, Сына Божия. Спасибо, Господь, что открыл нам, что Иисус есть истинный победитель, и есть наш Господь и наш Бог. Помоги нам, Господь, через это Евангелие стать истинными победителями в Иисусе Христе. И тоже, Господь, всегда и везде, Господь, провозглашать победу нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Благодарим Тебя за эти пожертвования, Господь. Прими их ради Твоей славы и используй их, Господь, ради дела Евангелия в Одессе, в Украине и до края земли. Благодарим Тебя за все, наш Господь, и молимся во имя воскресшего Иисуса Христа. Аминь! Объявление сделает пастырь Пустя. Добрый день! Добрый день! Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь! Евангелие – это новость о победе в войне. Аминь! Иисус уже победил в войне. Аминь! Это весь серьезный, очень, война, в которой Иисус уже победитель. Аминь! Поэтому сегодня мы видим начало победы Сына Божия. Аминь! Это очень интересная история, потому что пастырь Матфей сказал, что Марк – это сторител. Он рассказывает Евангелие от Марка, очень интересную, захватывающую историю. Аминь! Поэтому мы тоже узнали, что Евангелие – это наша победа. Аминь! Какая победа, какая победа у нас сейчас, какая победа нам нужна сейчас? Например, есть коронавирус. У нас от коронавируса есть у всех удар. У кого-то есть страх, как я буду жить, как мне дышать на улице, как мне зайти в трамвай, как мне зайти в магазин. У кого-то есть еще больший страх, как я буду жить, как мне дышать на улице. Рынок закрыли, потому что работа полностью остановилась, все вообще. А я не успел отложить, я не знал, что будет так. Я не успел отложить. У каждого есть из-за коронавируса страх. У некоторых есть страх, потому что придется сидеть дома, и вся семья дома. И эти дети на голове, и эти, например, сестры, братья все вместе. Поэтому как в одной банке, как пауки. Есть много страхов, стрессов. И из-за коронавируса много сейчас неприятностей, думаю, начинается. Но на самом деле, Евангелие – это наша победа. Аминь. Сегодня начало победы Иисуса Христа. Аминь. Поэтому мы изучаем книгу Евангелия от Марка «Там есть победа». Аминь. С самого первого стиха мы уже имеем такое направление. Иисус – победитель. Этот победитель со мной, значит, у меня тоже есть победа. Аминь. Вирус, страх, стресс – это не ко мне. Это не к нам. Поэтому у нас есть уже победа. Аминь. Аминь. Благодарим Бога за новый формат богослужения. Аминь. Победа Бога. Мы можем. Это победа Бога. Раньше не было Ютуба. Благодарим Бога за Ютуб. Аминь. Так, чем мы от Ютуба получали стресс, потому что дети сюда в Ютубе. А сейчас как мы благодарим Бога за Ютуб. Аминь. Запомни. Давайте. Тема молитвы у нас – это помолимся за здоровье, за иммунитет. Аминь. И за… помолимся за пастор Иоанна, за пастор Грейс. И помолимся, чтобы на этой неделе мы уже все начинаем новый формат изучения. Все равно мы должны передать, у нас уже есть изучение от Марка. Первая глава со второго по тринадцатый стих. Если мы изучаем, как прежде, мы можем распространять коронавирус. Ну, если нам Бог дал скайп, Бог дал Ютуб, Бог дал. Мы можем изучать тоже онлайн. Если у вас есть необходимость, изучаем онлайн. Если есть возможность, изучаем один на один. Аминь. Потому что носить маску, и мы можем думать, что надо изучение один на один, только друг напротив друга сидеть. Это так у нас было всегда, так мы делаем нет. Если надо носить маску, мы и носим маску. На изучение можно тоже маску. Если можно, если надо онлайн, то мы можем изучать онлайн. Наше дело это передать победу Иисуса. Аминь. Поэтому, когда мы носим маску, мы думаем не о себе, а мы думаем о моем брате, о ближнем, о сестре. Если мы не носим маску, если мы говорим, ничего страшного, давай приходи, это значит, мы не думаем о нем. В этом нет любви. Поэтому осторожность носить маску, мыть руки, это мы уже знаем, да? На прошлой неделе у нас было две люди. Хорошо. Давайте прочтем ключевой стих вместе. Начнем? Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Итак, давайте, все, кто слушает в Ютубе, все, кто слушает сейчас онлайн, вы тоже участвуете. И мы делаем ключевой стих, читаем. И там нету такого слова, как мы только что прочитали. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Там нет такого смысла. Там есть смысл. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Там есть победа. Это будет все, кто дома, тоже делайте так. Начнем? Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Аминь. Помолимся. А, давайте споем. Споем «Онче наш». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Святое имя Твое, да выведет сосаною, Более Твое, да выведет сосаною, Святое имя Твое, да выведет сосаною, Твоя сила, Твоя слава, Олег и Аминь. Благодаря вас, помолимся по двое. Там все, все равно в семьях. Там в семьях, они все дома. У нас в подводе. А, да. Тоже в семье. Как взятала семнадцать? Куда Демаску вынесет? Садись молись. А я Демаску поверил. У вас три пользователя, это пятьдесят человек. Шестьдесят. Два-три человека на... Четыре, на какой-то семье. Двадцать лет. Только за дорогу и всем лучше. В начале... Нет, допустим, Стефан, Сары вдвоем смотрели... Семья. Семья, да. То есть, как бы... Моисея там... Посылка будет постоянно? Нет. Каждый раз, ну... Ну... Ну, можно заходить на YouTube-канал, там каждый раз... О, так помолимся! Да, да. Вот. Это ураб не сбросил, потому что я хочу распечатать... Амурам! И тебе показалось... По-лик... Как? 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 По-ликране. 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 Она каждого разность. Хотя... Хотя... Это тоже надо, потому что это же онлайн выставляется, надо шумлость. Зро. Вз lamp. Субтитры создавал DimaTorzok